Друзья, привет! С вами интернет-магазин Invicta.com.ua И сегодня на обзоре самые новые модели стоповой коллекции Sobacva Noma 7. Что будет на этом обзоре? Я обязательно сделаю замеры всех важных элементов этих часов. Я расскажу о характеристиках. Обязательно сделаю акценты на каких-то достоинствах и недостатках этих часов, потому что они здесь есть. И в конце видео я обязательно покажу, как часы смотрятся на моем запястье. А пока я прошу вас подписаться на канал. Для этого достаточно кликнуть на иконку в правом нижнем углу этого видео и нажать на кнопочку подписаться, чтобы вы всегда были в курсе, когда выходят видео. Итак, поехали! Коллекция Sobacva. Изначально эта коллекция позиционируется как дайверская. Сейчас, тем не менее, Invicta несколько понижает водозащиту новых моделей. Если раньше в среднем водозащита стартовала от 300 метров, то сейчас вот она 200 метров. Конкретно в этой модели. И заводная головка здесь не завинчивается. То есть я бы в этих часах не погружался. Давайте я сразу сделаю замеры. Безель 52 миллиметра. Если от ушка до ушка, то здесь 60 миллиметров. Толщина 19 миллиметров и вес 355 грамм. Часы тяжелые. В своем дизайне они мне очень напоминают третье поколение Sobacva. Давайте я покажу пример. Пример. Эти часы, как Sobacva третья, только больше. И здесь появились какие-то дополнительные элементы. Например, вот на кнопках у нас прям головы драконов. Напоминаю, что дракон это символ коллекции Sobacva Noma. Кому-то, конечно, это может показаться аляпистым. И, в принципе, некоторые элементы этих часов аляпистыми кажутся и мне. Как будто слишком много всего. Корпус и браслет здесь сделаны из нержавеющей стали. Чешуя дракона прям по центральным звеньям браслета. Бронзовое матовое напыление безеля. Оно, кстати, очень классно смотрится на солнце. Вот в темноте безель мне вообще не нравился. А вот сейчас, как он отсвечивает, прям очень дорого переливается. Единственное, что отпечатки пальцев он собирает очень быстро. И оттереть их не так уж и просто. К отделке браслета по боковым звеньям местами у меня есть вопросы. Она далеко здесь не идеальная. Уже классическая застежка для Invicta. Складная с фиксатором. Здесь на ней пленочка. Вот так она выглядит с внутренней стороны. Пока открыта. Давайте посмотрим. Неплохая отделка браслета и с внутренней стороны. Отделка корпуса с обратной стороны мне нравится. Плюс здесь, смотрите, такая солидная прям крышка с гравировками. И здесь выписаны некоторые характеристики этой модели. Заводная головка здесь закрывается вот этим колпачком. Зеркальная полировка по бокам корпуса. Частично здесь вот такой очень неоднозначный элемент. Кому-то может понравиться. Мне не нравится какая-то странная решетка. На безеле, на вот этих белых метках, как и на стрелках, на метках циферблата, специальный состав тритнет, он накапливает энергию и светится в темноте. Сейчас я покажу, как это выглядит. Но в целом, пока часы накапливали энергию на солнце, я потом зашел с ними в темное помещение. Очень-очень яркий люм, что не совсем свойственно для инвик. Давайте посмотрим, как рисунок выглядит. Безель у нас для фиксации интервала времени под водой. Четкие дорогие щелчки, 120 кликов, направлен в левую сторону. Безель мне здесь нравится и вращается он очень удобно. Закаленное стекло Flame Fusion, которое инвикто делает по запатентованной технологии. Хорошее ударостойкое стекло. Циферблат здесь заслуживает отдельного внимания. Здесь фотограф прям делал акцент, что говорит, перламутр настолько классный, что аж залипаешь, когда начинаешь смотреть. Действительно, циферблат в часах смотрится дорого. Все элементы сделаны очень аккуратно. Здесь швейцарский механизм RONDO 5050S. Инвикто раньше использовала часто эти механизмы, потом прекратила. Сейчас возобновляет эту традицию и это неплохо. Здесь у нас по функционалу. Хронограф. 30 минут 60 секунд и 1 десятая секунды. Здесь у нас дни недели в среднем верхнем окошечке. Большая дата. И основная секундная стрелка идет в правом верхнем маленьком циферблате. Запускается хронограф щелчком верхней головой дракона. Верхней же кнопкой останавливается, нижней обнуляется. Все кнопки тактильно очень удобны, очень приятные. Здорово ложатся под форму пальцев. В первом положении заводной головки вот так она выглядит. Против часовой стрелки, если я не ошибаюсь. Нет, по часовой стрелке меняется дата. Неудобно ее, кстати, вращать. Здесь слишком мало пространства для вращения. И в крайнем положении по часовой стрелке меняется основное время. На этом, в принципе, функционал закончился. И, как обещал, давайте я померю часы на своей руке. Мое запястье 18 сантиметров в обхвате. И ранее я говорил, что эти часы очень похожи на третью собаку. Но третья собаку на моей руке смотрится отлично. А вот эти часы все-таки великоваты. Здесь напрашивается рука больше. Однозначно больше. И что мы имеем по итогу? По итогу, вы знаете, когда я смотрю на эти часы в каком-то темном помещении, вот сейчас на солнышке, они совсем по-другому выглядят. То есть, вот я сейчас прям в них влюбился, в эти цвета. И мне они нравятся. Они прям раскрываются при хорошем освещении. Да, это часы на любителя. Да, это часы на массивное запястье. Но если вам нравятся вот такие специфические массивные часы, в принципе, вы можете обратить внимание на эту модель. Если вы хотите купить эти часы у нас, ссылки есть в описании. Также в описании есть ссылки на наш канал в Телеграм, Инстаграм. Там некоторые новости и новинки появляются быстрее. В принципе, на этом буду заканчивать. Друзья, не забудьте подписаться на канал, поставить пальчик вверх, если видео было полезным. Всем хорошего дня. Пока.